Касперский фронт превеншен Мы занимаемся исследованием и анализом мошеннических угроз И разработкой соответствующих технологий в лаборатории Касперского Хотелось бы начать с итогов 2016 года Потому что в конце 2016 года мы опросили большое количество клиентов лаборатории Наших банков, ну и не только наших клиентов И спросили их, а что вас на самом деле беспокоит Какие у вас конкретно есть печали, боли в области безопасности и связанные с этим Оказалось следующее Каждый третий банк сталкивался с инцидентами в удаленных каналах обслуживания, в цифровых Хуже того, четверть банков испытывает сложности с удаленной идентификацией пользователей Потому что когда вы видите пользователя в отделении у себя, это одно Когда у вас некий логин, пароль, пришедший с некого IP-адреса, это совсем другое Собственно, неудивительно, что больше половины ожидают увеличения убытков из-за действий кибермошенников Тот же Сбербанк недавно заявлял, что регистрируется 5000 атак с помощью социальной инженерии в день Только недавно Кузнецов говорил Это вот какие-то такие даже цифры, которые подсчитывались и озвучивались на форумах Вот, собственно, что с этим делать и что беспокоит? Смотрите, основное, как неудивительно, это не вирусы, давно уже не вирусы Основная проблема фишинг социальной инженерии Причем это усредненные по больнице, по миру, по стране Если мы скажем про физических лиц, там фишинг социальная инженерия может составлять порядка 80% По-моему, Максим, у тебя где-то так было в одной из прошлых презентаций Вот, то есть второе, как уже не раз говорили коллеги, это беспечность и неосторожность пользователей При этом пользователи забавные люди Если вы их спрашиваете при выборе банка, что для вас является ключевым Ну, они, естественно, что говорят? Надежность, узнаваемость бренда Там очень много умных слов, которые они прочитали на банковских ресурсах А безопасность где для вас при выборе банка? На 17 месте А дальше пользователи спрашивают Следующий вопрос А если у вас украдут деньги из банка? Как бы вы уйдете из банка? Там больше половины отвечают Да, я уйду из банка в другой банк Еще друзьям отрекомендую Собственно, и с ними уйду Еще бизнес свой уведу То есть думать о безопасности Это совершенно нормально У пользователя другие приоритеты Он не хочет думать о безопасности Но если что-то с ним произойдет Виноват будет банк И, естественно, третья проблема Самая ожидаемая Что нужно искать вот этот хрупкий баланс Между удобством и безопасностью То есть пытаться сделать безопасно И в то же время не навредить Собственно, пользовательскому опыту В интернет-банкинге А потом уже идет вся такая техническая ерунда То есть незащищенные соединения Вирусных устройствах пользователей Идентификации и так далее Как ни странно, вот последнее Это, наверное, можно взять на заметку То есть медленная разработка новых продуктов И то, что в них еще нужно учитывать требования Информационной безопасности И, ну, ДОС-атаки понятно То есть, как бы, ключевое Фишинг, неосторожность пользователей И баланс Вот с этими тремя проблемами Собственно, сталкиваются банки Не только в России Но и по всему миру И с этим мы заходим в 2017 год Где нас ждет PSD-2 Payment Services Directive Документ, который был выпущен В первой редакции уже достаточно давно Сейчас он был выпущен Прошел все согласования Во всяких европейских комиссиях Собственно, до января 2018 года Все европейские страны Так или иначе Внедрят в законодательную базу И к 2019 году, наверное, Можно будет пользоваться О чем он говорит? То есть, мы все привыкли В применении к финтеху Если вы были на каких-то конференциях По платежным сервисам Скажем, по разработке Мы привыкли, что по PSD-2 Сейчас говорят Бизнес и айтишники У нас будут финансовые API Для доступа к счетам пользователей И так далее Про безопасность Там тоже на самом деле много что есть И первое Это Strong Customer Authentication SCA Собственно, практически Это обязательная двухфакторка Только давайте оговоримся У кого из вас Доставка Второго фактора В интернет-банк По SMS У вас нет Такого фактора Вы это понимаете, я думаю Потому что Что у нас есть Многофакторность? Это знание Это обладание Это атрибут Собственно, как уже говорили коллеги Когда сидит Зек Василий В исправительной колонии Звонит вам И говорит Ваша карта заблокирована Вы ему отдаете Ну, неважно Если не номер карты Вы ему отдаете Логин с паролем В интернет-банк И отдаете ему Второй фактор Где Ну, так называемый Второй фактор Из SMS Где тут на самом деле Второй фактор Вы ему отдали Логин с паролем Вы ему отдали Код из SMS Никто не проверяет Что Вы это вы И никто не проверяет Ваш какой-то атрибут Это не двухфакторная А двухшаговая Аутентификация По сути То есть Но если говорить В масштабах страны То есть Токенизация всей страны Это Несбыточная задача Практически Такая же Как Дедушка Ленин Делал электрификацию Всей страны Вот Поэтому Здесь есть Такая небольшая проблема Баланс удобства И безопасности Потому что Вы всех пользователей Не заставите пользоваться токенами А SMS Это дешевое Удобное решение Понятное дело Ну Как Не совсем дешевое Не для всех Но Тем не менее Вот Помимо СССР PSD2 Нам приносит Уведомления Пользователей регуляторов Об инцидентах ИБ Ну Мы то же самое делаем По сути И Обязательная отчетность По оценке ИБ регулятору Ну Так или иначе Она будет сформулирована Позже В подзаконных актах У них Но Там Допустим Про пентесты Надо будет отчитываться И что самое интересное К чему подходим Придумали Технологию RBA Ну как придумали Она уже есть Опробована И так далее Risk based authentication Она заключается По сути В узнавании Пользователя Вместо Вызова Его Вторым фактором Каким бы он ни был То есть Мы знаем Что это хороший пользователь Давно ходил В интернет банк Скажем Постоянно Ходит в интернет банк Со своего домашнего компьютера Или там С личного ноутбука Или с телефона И Допустим У нас есть технология Которая говорит Банку А мы знаем Что это тот же самый Пользователь Он хороший Давайте пустим его Без применения СМС Ну Как второго фактора Или же Он хороший Давайте мы его пустим В интернет банк И задерем ему Лимиты повыше А если он плохой Мы знаем Что там С этого устройства Было совершено Какое-то мошенничество В какой-то период времени Или же Например Какое-то подозрительное устройство Там Из store-браузера Он зашел Например Или с VPN Какого-то Давайте Скажем Понизим ему Лимиты Или переведем его В режим Read-only При работе Собственно РБА Это позволяет И для европейских организаций Которые подтвердят Регулятору Что у них Невысокий уровень Фрода И для сумм Определенного уровня Не выше Чем Заданный Какой-то Лимит Можно будет Не показывать Пользователю Второй фактор Для Подтверждения Платежа Собственно Зачем То есть Казалось бы Технология Не ради технологии Она зачем-то Была создана Первое Это исследование Visa и MasterCard Достаточно известные Их кейс-стадии Про РБА Где они говорят Но это в основном Конечно европейские Американские пользователи Что До 30% Отказов Происходит При запросе Собственно Второго фактора Кода по смс И так далее То есть Я вот всегда Коллегам-безопасникам Говорю А вы готовы Бизнесу сказать Что вот ваша Мера безопасности Она сейчас отсекла Треть пользователей На платежах За вами будет бегать Бизнес и бить вас Просто вот своими КПА И уничтожать Потому что Представьте себе Треть пользователей Видят Надо ввести Какую-то СМС И уходят Все Это Проблема Как и для Мерчантов Так и для Банков Вот При этом Когда Visa и MasterCard Пробовали Эти технологии Они Выяснили Что Всего лишь 5% Пользователей Нужно проходить Дополнительную Проверку То есть Только 5% Пользователей При использовании Технологии РБИ Так или иначе Вызываются На Ввод Второго фактора Звонок В банк И так далее Таким образом Падает нагрузка На Кл-центры И в том числе Экономия На SMS То есть Кто Много Платит За доставку СМС На этом В том числе Может Сэкономить Собственно Узнавание Пользователя Это Такой Технологический Вопрос Который Осуществляется С помощью Там Отпечатка Его Компьютера Биометрических Параметров Того Как он Держит Мобильные Устройства Поведенческого Анализа С набором Статистики Как он Заходил С каких Мест И так далее Здесь Минутка Рекламы Я просто Покажу Например Можно увидеть На картинке Что RBA Встраивается Например На логин В интернет Банк То есть У нас СМС Все-таки Является Аналогом ЭЦП И Отказаться От СМС При вводе Платежа Для многих Банков Рискованно Но при этом Пустить Человека В интернет Банк Без СМС Вполне Себе Можно И На основании Ответа Например Светофор Красный Серый Зеленый То есть Хороший Пользователь Плохой Пользователь Недостаточно Данных О пользователе На основании Информации Так или иначе Скорректировать Его лимиты Пустить Его Или Не пустить Вот Соответственно Мы Пробовали С банками Эту технологию Узнавание Пользователей Для Юридических Лиц Например Порядка 80% Вполне Себе Результат Который Можно Повышать Там До 88-90% Выше Уже Там Магия Вот Но В целом Технология Существует Работает И Возможно К применению Вот Собственно Она может быть Использована На самом деле Как Для интернет Банкинга Так и Для мобильного Как ни странно Потому что Как я вам уже Говорил Доставка второго Фактора По смс А не каким-то Нормальным Способом С помощью Приложения Или же Там Токена Она Также Возможно У многих Одноразовые Пароли Приходят На Мобильный Телефон На котором Стоит Интернет Банк Это вообще Бессмысленное Занятие На самом Деле Потому что По сути У вас Одно Устройство На нем Вы зашли И на нем Вы ввели Пароль Из смс В том числе Таким образом Можно избежать Этого Спасибо За внимание Спасибо за субтитры